Всем привет! Меня зовут Никита и сегодня я расскажу вам, дорогие зрители, о пяти минусах и пяти плюсах нового смартфона от Apple. К нам на тест попала топовая новая модель в самом хайповом цвете, фиолетовом. Так что встречайте, iPhone 14 Pro Max. Итак, пять минусов iPhone 14 Pro Max, которые могут оттолкнуть потенциального покупателя от его приобретения. Первый момент, о котором все забывают, это очень скудный комплект поставки смартфонов Apple. Посмотрите, какая эта коробка тонкая. Это говорит нам о том, что внутри нее практически ничего нет. То есть как минимум оригинальный блок питания для iPhone придется купить. А еще же хочется интересных чехлов штук, ну, сто. Ну и стекло, и пленку на экран приклеить, чтобы потом продать его следующему владельцу подороже. Про стоимость оригинальных беспроводной зарядки и других аксессуаров я вообще молчу. Покупая смартфон, а тем более такой дорогой, хочется, чтобы он был не просто красивым, но и отличался от аппаратов других производителей и предыдущих поколений iPhone. Apple же можно поругать за такое однообразие в дизайне на протяжении многих лет, которое и не снилось другим производителям. То есть понять, что у вас в руках находится новая модель, смогут только гики. Ведь по расположению камер iPhone 14 Pro никак не отличается от iPhone 11 Pro, который вышел аж в 2019 году. А это ведь было еще до локдауна. Да, размер блока с камерами растет с каждым годом все больше и больше. Но вот так со стороны, а тем более с чехлом, вряд ли кто-то поймет, что вы держите в руках новинку. Поэтому, если хочется хоть как-то выделиться, приходится брать новый цвет, который, как мне кажется, Apple специально добавляет каждый год новый. Хотя бы так, изменяя дизайн iPhone. Следующий минус – это плоские грани корпуса. На протяжении всего времени использования этого iPhone так и не смог к ним привыкнуть. Они сильно врезаются в руку, оставляя еле заметные следы на руке и очень заметные раны в душе. Эти плоские грани можно простить компактным iPhone 14 и iPhone 14 Pro, но никак не такому крупному смартфону, который из-за своего веса реально травмирует владельца своими гранями. Придется пользоваться iPhone 14 Pro Max в паре с чехлом, чего делать лично я не люблю. Пожалуй, самый главный минус лично для меня – отсутствие USB-C в iPhone. Фирменный разъем Apple устарел не только морально, но и физически. Он медленный, из-за чего передавать потрясающие фотографии и видео, снятые на этот аппарат по проводу, можно даже не пытаться. Это займет уйму времени. Ходят разговоры, что вот-вот уже в следующем iPhone компания установит долгожданный USB-C. Но думаю, случится не это. Считаю, Apple просто уберет разъем зарядки вовсе, как убрала разъем для наушников в iPhone 7. Таким образом, iPhone 16 или 17 можно будет заряжать только через беспроводную зарядку MagSafe. Эту новинку можно купить в Ташкенте от 1250 долларов или более чем 13,5 миллионов. И это цена за новый аппарат на момент записи этого ролика. Решать, дорого это или нет, только вам. Но я считаю, что непрактично покупать iPhone 14 Pro Max за такие деньги, когда в продаже есть iPhone 12 Pro Max, ничем не уступающий новинке и стоящий на 4-5 миллионов дешевле. Ну а теперь давайте расскажу о плюсах, которые могут стать решающими в вопросе приобретения нового iPhone 14 Pro Max. Обладание свежим iPhone всегда приравнивалось к высокому статусу в обществе. Если у человека в руках новинка от Apple, значит у него всегда есть деньги и с ним можно вести дела. Вместо широко обсуждаемой челки, которая появилась в iPhone X еще в 2017 году, то есть 5 лет назад, в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max появился Dynamic Island. Это вырез, который скрывает в себе фронтальную камеру и датчики для сканирования лица. И этот вырез является не просто отличительной особенностью новинки, но и довольно функциональным решением, которое упрощает управление системой и приложениями. Правда, из последнего вытекает маленький минус. Во время взаимодействия с виджетами выреза пользователь будет пачкать фронтальную камеру, получая в итоге мутные селфи. Смартфоны от Apple используют для разблокировки знаменитую систему распознавания лиц Face ID. Она является самым продвинутым способом разблокировки по лицу и обеспечивает защиту данных владельцев. Также с помощью Face ID можно совершать покупки в интернете и вводить пароли. В толстом корпусе тяжелого iPhone 14 Pro Max скрывается аккумулятор емкостью 4 323 мАч. Он, благодаря энергоэффективному процессору, может обеспечить владельца даже двумя днями работы. На сайте Apple вообще сказано, что iPhone 14 Pro Max способен непрерывно воспроизводить видео до 29 часов, а предыдущий iPhone 13 Pro Max проработает в режиме проигрывания видео на час меньше – 28 часов, ну а новый 14 Plus – 26 часов. Так что получается, что если нужен самый долгоживущий без подзарядки iPhone, нужно брать именно новый 14 Pro Max. Модели Pro нового поколения получили самый крутой набор камер среди всех когда-либо существовавших айфонов. У 14 Pro Max 4 камеры – 48-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная телефото с трехкратным приближением и 12-мегапиксельная фронтальная с автофокусом. Разбору камер iPhone 14 Pro Max можно посвятить отдельное видео, настолько тема интересная и обширная. Но если вкратце, камеры новых iPhone являются одними из лучших среди всех смартфонов на планете, опережая остальных по качеству видео и фото в автоматическом режиме. Так что если нужен хороший камерафон с предсказуемым результатом – вот он. Мне лично, по совокупности всех плюсов и несмотря на перечисленные минусы, новый iPhone 14 Pro Max очень понравился. Выглядит он все так же здорово, как и раньше – динамик AILAND смотрится свежо и будет актуальным в ближайшие несколько лет, а за камерой автономность могу отдать Apple отдельный респект. Тем не менее, мне больше понравился iPhone 14 Pro. Он компактнее Max версии, из-за чего не причиняет боль во время повседневного использования, но такой же классный. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, еще увидимся. Пока!